здравствуйте друзья вы на канале пластмассовый енот и тема нашего сегодняшнего выпуска все о замене масла на термопласт автомате так я понимаю допустим я купил новый термопласт автомат привез его в цех и нужно заливать масло да каких случаях его еще нужно менять по календарю по мотору часам как часто ну есть два случая либо отчитывайте мотор часы это 6000 часов работы термопласт автомата либо раз в полтора года максимум два я знаю что многие делают гораздо реже замены масла кто-то в 3 кто-то в 5 лет раз меняю да потому что сколько то допустим бочка масла помещается маленький станок до 200 литров парк у меня 10 машин если в среднем 50 на машину вот там замена масла в парке машин это пятихатка да у нас в основном смотрит малый средний бизнес для которого пятихатка это значимая сумма и скажем ты тратишь пятихатку раз в пять лет или ты эту же сумму тратишь там раз полтора два года ситуации жизни один раз приехали клиенту он не менял масло на тупо порядка пяти лет и у него из-за этого повысился цикл с 25 секунд до 33 и он никак не мог его уменьшить мы поменяли масло и цикл вернулся стал 25 секунд также было то что приехали клиенту и у него не проливалась изделия тоже он не менял порядка трех лет масло мы поменяли масло у него был тонкостенный изделие изделие начало проливаться машина приобрела свою прежнюю мощь андрей кто может масло поменять термопласт автомате после того как мы это видео покажем человеку любой сможет поменять любому можно это поручить или требуется какая-то квалификация для этого и опыт работы процедура довольно просто любой после просмотра этого видео сможет поменять масло так какое масло нужно заливать в термопласт автоматы и она одинаковые для всех машин или там для разных марок термопласт автоматов нужны разные масла для сервы например одно для машин с веру по другое масло нет масло используется гидравлическое везде одинаковые связка с 46 бренд масло играет роль есть же всякие шелл да есть лукойл есть тнк нет это роль не играет это только на ваш выбор брендовое масло это большому счету понты бы ну у них может быть какие-то параметры будут более лучшего качества но не всегда это требует этого андрея замена масла она собой влечет как в машине да также замену фильтра или фильтров для каких-то масляных все верно на термопласт автомате есть два фильтра фильтр тонкой очистки которые нужно менять вместе с заменой масла и фильтр грубой очистки которые можно не менять а просто промыть в растворителе они где ставятся где-то в зоне видимости или где-то спрятаны на данном терапласт автомате фильтра расположены в баке ну показывай сначала откручиваем пробку и снимаем защитную сетку далее мы вставляем насос для слива масла и путем нажатия на рычаг откачиваем масло до самого конца но многие используют электрический насос она гораздо быстрее будет также масло можно слить через следное отверстие которое находится снизу так теперь мы меняем фильтра фильтра находится внутри в баке вот за этой металлической державеющей пластины да тут у нас крышка который тоже откручивается вот два фильтра первый фильтр это грубой очистки который можно промыть в растворителе и вот второй фильтр это тонкой очистки его нужно обязательно заменить каких денег стоит от фильтра тонкой очистки сколько выливается 20 бакс откручиваем против часовой фильтр вот он такой да вот так он выглядит также при замене масла обязательно нужно очистить магнит который расположен на дне вот задней части прямо внизу вот здесь тон закрыт это вот где фильтр да и справа да вот слева для вас круглый такой отлично а как его очищать также растворителем то есть его надо достать и очистить растворителем все верно также при замене масла обязательно нужно очистить стенки бака внутри в основном они бывают очень грязные с помощью тряпки растворителя это фильтр грубой очистки да это фильтр грубой очистки также откручивается опустить в емкость с растворителем и промыть его активно хорошие фильтра сняли соответственно теперь ставим новые фильтра и заливая масло установили фильтра промыли фильтр грубой очистки поменяли фильтр тонкой очистки промыли магнит при необходимости прочистили сам бак если там была грязь и закрываем крышку итак мы слили масло поменяли фильтры поставили новые фильтры и теперь можно заливать свежее масло как проверять по уровне меру да вот поэтому да вот уровне мер нужно залить минимум две трети от общего объема 3 по уровню 2 3 уровня также минут 20 занимает да все верно для маленькой машины залили масло и закрываем с собой горловину и так мы заменили масло теперь можно включать машину работать все верно но нужно поставить на движение меньшее значение по давлению примерно 30 и на скорость десять так как в системе находится еще воздух и он будет в течение минут десяти работы выходить то есть первые 10 минут после замены масла нужно погонять машину на минимальных значениях ее мощности все правильно чтобы воздух вышел системы с вами был канал пластмассовый енот и сегодня андрей нас научил менять масло в т.п. если ролик был вам полезен пожалуйста ставьте лайки подписывайтесь на наш канал а а также пишите в комментариях чтобы вы еще хотели увидеть наших новых выпусков